Роман Соколов. Куда поехал? Куда поехал? Офигеть, погоня! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова будем играть в Contraband Police. Попробуем немножко поугарать на границе, которой мы полностью владеем. Это наша граница. Никто не смеет нарушать мои границы, а вот я границы буду нарушать, естественно. И личные тоже. Особенно личные. В прошлой серии мы с вами отвезли заключенных в трудовой лагерь и отвезли контрабанду на склад. Теперь нам нужно возвращаться обратно на границу, так как граница сама себя не закроет. Надо помочь ей закрыться и никого не пускать. Осторожней. А то я могу опять кого-нибудь сбить. Это уже было. Тормозим! Он в порядке. Пока, друзья. Ах, вашу ж мать. Не люблю, когда меня не пропускают. Давай, включаем сирену, чтобы все уступали дорогу. Так, куда нам ехать-то? Все время прямо. Кстати говоря, а это карта всего нашего государства? Для такого маленького государства мы очень строго охраняем границу. Тут же нет ни хрена. Магазинчик, пару лесопилок и сарай. Зато посмотрите, какое у нас богато население. У всех есть машина. Сто процентов населения имеет автомобиль. Это, друзья, уровень жизни, я вам так скажу. И поэтому мы так строго на границе. Мы не хотим, чтобы всякие проходимцы... Они даже не достойны называть себя проходимцами, потому что они не пройдут здесь. Поэтому они не проходимцы. Залетные. Нет, залетные тоже. Они не смогут сюда залететь. У нас нет аэропорта. Как же обозвать этих гадов? Попы...попытчики... Проехать через нашу границу. Попытчики. А, все, мы спать? Хорошо. Черт, какой же долгий и скучный день был. Надо как-то развлечься. Но как? Поиграть в Atomic Heart? Но я уже прошел ее несколько раз. В отличие от моего любимого летсплейщика Юджина, который все никак не допройдет игру. Почему ты не проходишь игры до конца? А ведь история этой игры такая захватывающая. Вот бы вышло что-то новое из этой вселенной. Может, почитать что-нибудь? Загляну-ка я в BookMate. Там более 200 тысяч электронных и аудиокниг, комиксов и детской литературы. Офигеть! BookMate в разделе рекомендаций выдал мне новую аудиокнигу. Atomic Heart. Предыстория предприятия 3826. Эта книга-приквел от Харальда Хорфа, автора первоначальной концепции игры, объясняет многие сюжетные линии, погружает в альтернативный Советский Союз и еще больше вовлекает вас в яркий мир Atomic Heart. Я смогу узнать историю легендарного предприятия 3826. От создания полимера до запуска коллектива 2.0. Также я узнаю становление мировоззрения значимых персонажей Сеченова и Захарова. А весь экшен в книге очень динамичный и красочный, прям как в игре. И все это в удобном аудиоформате. А значит, я могу лечь в темноте и, закрыв глаза, слушать приятный голос Сергея Чанишвили. Атомное сердце. И погружаться в захватывающее приключение. А если захочется почитать самому, то существует также электронная версия книги с эксклюзивными иллюстрациями. Я не жалею, что оформил подписку Яндекс Плюс с опцией BookMate. Оформляй ты прямо сейчас по ссылке в описании. Используй промокод AtomicSagas. И 45 дней читай и слушай книги бесплатно. То по ссылке в описании, а я буду слушать аудиокнигу всю ночь. Ну что ж, наградите меня, пожалуйста, деньгами. Содержание автомобиля минус... А, блин, с меня списали содержание автомобиля. Ну и того накопление у меня 300 долларов. А значит 80, что? Вставайте, у нас впереди еще один напряженный день. Сегодня вы будете иметь дело с водителями, которые привозят товары в страну. Смирее, пригласите первого человека. О, прям с утра пораньше надо же пригласить. Не, ну товары в нашей стране нужны. Потому что все, что у нас есть в магазине, это виллы, ножи, лом и еще виллы. Ну, короче, одни приспособления для избивания и ломания чего-то. Даже не знаю, с чем его встретить в этот раз. Давайте подумаем, у нас есть классный ледоруб. И нож Командос, во. Типа я крутой. Что, давай на ножах, а? Давай на ножах. Оп, оп. У каждого грузовика должна быть действительно опись грузов. Потребуйте. Требую. Быстро опись дал. Опись грузов, удобрения, холодильник, газовая плита, мыло, унитаз и бочка бензина. Больше всего он говна нам завез. Однако холодильник и газовая плита, это что за технологии? Такого у нас не производят. Надо бы нам это. Давайте пойдем проверим этот груз. Так, нужен планшет со склада взять. Планшет. Окей, хорошо. Берем планшет. Используйте планшет для учета груза, чтобы проверить груз этой машины. Зажмите левой кнопкой мыши, нажмите правую кнопку, чтобы посмотреть. Смотрим. Судя по этому планшету, у вас не должно быть груза. Я должен за тебя его вписывать? Что я должен написать? А пока я еще ничего не должен написать. Ладно, хорошо. Давайте влезем в наглую. Хорошо, грузовик меня пустил. Итак, удобрения. Два, три, девять, десять. Так, по удобрению все нормально, кстати говоря. Газовая штука и мыло. Туалет? Погодите, этого, по-моему, не было. Разве был унитаз у нас? А, есть унитаз, три штуки. Написано, одна. Почка с бензином есть. Отлично, теперь сравните записи в планшете для учета груза. Проверьте прочие данные и разрешите или разверните. Это же девиз нашего погранпоста. Залага, какой у нас девиз? Пропустите или разверните. Умница. Новик, какой у нас девиз? Ты не пройдешь. Умница. Репнин, быстро, девиз наш. Не подходи ко мне сзади. Все верно. Так, смотрите, значит, имя подходит. Это подходит, подходит. Но, к сожалению, у тебя всего один унитаз. А ты написал, сколько ты написал? Ублюдыш. Ты написал три, а я сколько насчитал? Один. Так что, пошел ты! И никогда сюда не возвращайся. В эту процветающую страну Акаристан. Воу. Я действительно отчета досмотрю. Погодите, почему? Что? Что? Унитазов должно было быть три. Какого хрена? Там всего один был. Нечестно. Мы, кстати, с вами не обращали внимания на доску, на которой написано правило и контрабандисты. Я пограничник. Я должен смотреть за границей, а не уметь читать. Да, я не умею читать. Поэтому я плохо читаю документы, видимо. У меня минус 20 долларов уже. Минус 20. Друзья, вообще намели денег нет ни хрена. Быстро заходите в мой бусте внизу. Пожалуйста. Ссылка в описании. Помогите мне. Собственно, собственно, собственно. Погодите. Давайте читать, читать. Опись грузов. Это правило въезда. Любые несоответствия в документации должны привести к отказу во въезде. Там было несоответствие. Я отказал. Какого дьявола? Кто мне объяснит, в чем проблема здесь? Хорошо. И контрабандист. Наши службы подслушали телефонный разговор, благодаря которому мы получили конкретную информацию о другом контрабандисте. Национальность. Республика Кагастам. Это все, да? То есть теперь я должен дискриминировать всех граждан республики Кагастам. Спасибо за наводку. Въезжай. Ой, надеюсь, что ты не из этой республики. Потому что иначе тебе плохой день ждет. Даже если ты не виновен. Что за скубиду приехал? Иногда нужно выгружать товары для осмотра или поиска спрятанных предметов. Выберите планшет для учета груза, чтобы взаимодействовать с товарами по отдельности. Нажмите Е, чтобы выгрузить товары. Так, сначала дай мне документы, пожалуйста. Скрабшаю от документов. Да, документы, спасибо. Спасибо. Я сегодня вежливый. Потому что мне нет денег. Планшет для учета груза. Выгрузить. Выгрузить, выгрузить. Разгрузить. Я должен разгружать сам все это? Нахрен все выгружаем? Будем смотреть. Вот и все, весь груз уже на столах. Теперь можете его пересчитать или поискать контрабанду. Почему я не делал это с предыдущим грузом? Сиди, не рыпайся. Сто пудов у курок. Ладно, первое. У него должна быть газовая плита, три штуки. Мешок цемента, шесть. Ящик яблок, три. Унитаз, один. Биологически опасные. Один. Он несет опасные биологически. Одну штуку. Что это? Это наше? Без понятия. Вот, судя по всему, это биологически опасная штука. Один унитаз. Погодите. Давайте-ка посмотрим. Отличная работа. Вы нашли контрабанду. Арестуйте контрабандиста. Все? Только одна контрабанда. Погоди, вот еще есть. Ага, столько фальшивых денег. Давайте еще разрежем. Ой, погодите. Надо же было сначала просветить, разве нет? Сейчас осветим. Все, будь свят, груз. Смотрите, меня никто не наказывает за то, что я режу. Потому что не зря я это делаю, видите? Бабло лежит. Запишем. Мешок цемента. Один хороший мешок цемента, качественный. Потому что что может быть тверже, чем твердая валюта Акористана? Да на ней нужно здание строить. Вот такая она надежная. Стоп, погодите. А можно открыть? Это же у тебя ктичные отходы. Но это может быть специально написано, чтобы туда я не лез. Так, тут, конечно же, нужна монтировка. Нет, нужен топор. Бам-бама. Это что? Яблоки. Как будто родственник с дачи приехал. Кучу яблок навез, которые я не просил. Ладно, здесь реально яблоки. Можешь взять себе яблочко на ножик. Нарежь себе. Только шкурку не забудь. Шкурку не забудь срезать. Потому что она вредная. Ладно, дружище. Ну, как бы, у меня плохие новости для тебя. Позволь я тебя арестую, пожалуйста. Сначала выйди из машины, потому что я не могу тебя арестовать, пока ты... Стоп! Секунду. А где же мой сканер? Погоди, это фонарик. А, во, 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 смотрим. Должна быть там чё, кобра нарисована, да? Да, прикольно, что у меня минус 20 долларов. Мне, по сути, уже терять нечего даже. Кроме как сделать минус 40 долларов. Всё-таки есть, что терять. Я не хочу в долги влезать. Ладно, здесь ничего нету. Слушай, извини, но ты арестовался. Запровоз яблок, которые я не просил. Более того, они все со шкуркой, неочищенные. Теперь проверьте следующих водителей. Сет, ты машину что делать? Давайте отгоним её. Блин, а я не могу её отогнать. А, да, машину, машину убить. Я бы сказал, покиньте зону досмотра. Я его прогнал. Всё, начистил, всё сделал. Хотя должен был вроде как сам свалить. Ну ладно. Так, погодите, что там было написано? Ой, контрабандист. А, он как раз-таки он и был. Всё, я понял. Остановись! Именем закона! Видишь, где птицы летают? Это трупы людей. Всех, кто попытался нарушить мои границы. Что это такое? Свиная жопа. Походу, он скот тащит. Предъявите документы. Одна свинья. Вот, что он везёт. Давайте всё сверим. Я не буду сам сверять. Я позволю технологиям современной, которые делают мэтчинг. Что это? Что это такое? Вот это что это? Что это значит? Я не знаю. Это не подходит для сравнения. Блин, вот это подходит, да? Соответственно, обожаю технологии современной. Я вообще думать не должен. Он здесь туризм. Он так говорит. А свинья что, тоже на туризм? Это твой питомец, что ли? Так. Это действительно одна свинья. Но она может быть беременной. Где мой УЗИ? Предоставьте мне УЗИ. Тут только смертельные УЗИ могут мне предоставить. Давайте разгрузим свинью. Свинья выгружена. Надо проверить на контрабанду ее. Со всех сторон. Смотрите, какая музыка тревожная. Что-то здесь не так. Сейчас оказывается, что это свинья везет того чувака на самом деле. Проверяем все абсолютно. Это настоящая свинья. Что ж, давайте запишем. Одна свинья. Настоящая. Спасибо. Что? Не важно. А что важно? А что важно? Ну как бы все отлично. Мы можем его? Почему мы не можем его отпустить? Я не понимаю, как это сделать. А может быть надо обратно загрузить свинью? Загрузить и груз обратно. А, вот, да. Зря просто так человека вытащил из машины. Ну ладно, раз ты уж встал, дай-ка я посижу здесь. Не запачкайте сиденья тебе? Ты, ты, у тебя свинья там. Стоит с задницей прям к водительскому сиденью. Потому что если кто-то и запачкает их, то точно, точно, точно я. Свинья. Ладно, фара работает, все отлично. Я думаю, чувак, можешь ехать. Хорошего тебе дня. Только сначала быстренько досмотрю. Да, 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 точно. Едь. Хорошего тебе дня. А, точнее, ночь. Уже ночь. Я сваливаю. Тебе понравится в Акаристане? Заедь в магазин у Влада. Классный магазин. Купи себе вилы. И сядь на них. 160 долларов и 50 экспи. За идеальный досмотр. Проезжаем дальше. Блин, уже ночь. Я спать хочу. Они все лезут, валят и прикатывают. Я сразу же встречаю его с ультрафиолетовым фонарем. Так, мой ультрафиолетовый фонарь не обнаруживает ничего подозрительного. Разве что я сяду к тебе на колени. Не захотел он мою любовь получить и принять. Предъяви документы. Сейчас посмотрим. Четыре свиньи. Имя совпадает. Тут совпадает. Совпадает. Но, по-моему, свиньи не совпадают. Давайте-ка... Их всего две. Урод. Их всего две. Ты сколько написал? Ты написал четыре. Ты тупой? А их даже выгружать, что ли, не нужно? А, нет. Можно разгрузить. Давайте разгрузим. Хотя, я не знаю, для чего. Описали. Описали. Две свиньи. Две. Ну, это потому что я просто слишком мало выпил. Так, теперь четыре. Все в порядке. Так. Загружай свиней обратно. Вот у него работа ужасная. You shall not pass. Опись грузов не соответствует. Вот. Типа, правильно? Да. И въезд запрещен. За что? За то, что ты отказался, чтобы я сидел у тебя на колени. Блин, иди отсюда. Ой, ты забыл закрыть. Сейчас свиньи вывалятся. Стой. Стой. Я сделаю сам. Я сделаю сам. Да. Свиньи, держитесь там. Отлично. Результат досмотра прекрасный. 240 баксов. Ну что, аж, иди спать. Сегодня последний день обучения. Значит, сейчас я буду вообще сам себе предоставлен. Я большой мальчик уже. Готово, товарищ? Сегодня я проверю, чему вы научились. Приступайте к работе. Оп-пап. Все, давай. Привет. Пошел ты. Извини, я просто не с той ноги сегодня встал. Отойти. Он сказал отойти. Извини. Сиди там. Передержи своей нюхой. Оп. Здравствуй. Ты чё-то, конечно, шапку надел, вырядился. Сейчас лето, жара. Что ты прячешь под ней? У вас есть что-нибудь на продажу? Что? Я даже не могу попросить его документы предъявить. Только это торговец просто. Некоторые приезжие захотят с вами поторговать. Кто торгует с пограничником? Чё за прикол? Цена предмета в вашем инвентаре. Это цена, которую вы заплатили за предмет. Перед продажей вы можете легко проверить, будет ли ваша сделка прибыльной. Хорошо. Он продаёт стиральный порошок. Судя по всему, надо вкладываться в стиральные порошки сейчас. Потому что сейчас они стоят 15, но завтра будут 20. Я беру. Что это? А, фальшивые деньги. Я куплю это всё на фальшивые деньги. Окей? Блин, мне так нельзя сделать. Пачка сигарет плюс 38. Впарил ему этому усатому идиоту. Навар, друзья! Так, а теперь предъявляй документы. Итак, Рамиль Ергашев. Соответствуешь себе самому? Ну... Ну и не знаю. Я не знаю. Тучи сгустились над тобой, чувак. И вороны кружат. Сегодня не твой день. Потому что я на посту. Всё, заткнись. Ни слова больше. Кажется, ты сядешь надолго. Кажется, это случится с тобой. Значит, делаем опись. И запишем нашего друга. Давно хочу от него избавиться. Теперь давайте проверять. Ящик яблок. Три штуки. Всё, Вер. Мешок цемента. Две штуки. Сосал. Газовая плита. Три штуки. Да. Унитаз один. И горючие вещества. Один. Да, ну, конечно, ты с мешком цемента прогадал. А чё-то досмотрим. Да, давайте опись говно. А, погоди, а фото-то соответствует? Да, фото соответствует. Всё нормально. Я думаю, надо разбить эти ящики и проверить достоверность. Чёрт! Нужен топор! Нужен топор! А, у меня есть. Отлично. Я купильку. Я умница. Ломать. Странно, у меня же есть лом. Зачем ломать ящики? Да, можно просто вот так вот сделать, и всё откроется. Ладно. Здесь ничего нет в сортире. Ничего нет. И тут тоже ничего нет. Э, ты чё там стоишь? Убирай груз. Вернитесь в машину, пожалуйста. Стоп, погодите. Мы ещё не прочитали. Контрабандист. Часть регистрационного номера 2CD. Это не он. Ладно. В общем-то... Пошёл ты! А, чёрт, двери! Вот, фу. Успел. Вали в свою вонючую страну откуда-то там. Отличный, обоснованный отказ. 210 долларов у меня на счету. Но ещё я продам... Что я там купил? Стирального порошка, который растёт в цене. Особенно в нашей стране. Здравствуй. 2CD. Я могу тебя даже не досматривать. Я могу тебе просто взять свою тетрадь смерти и записать твоё имя. Так, погоди. Какое у тебя там имя? Дай документы. Роман Соколов. Куда поехал? Куда поехал? Я помню твое имя. Роман Соколов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Причина смерти. Я стану причиной смерти. Офигеть, погоня! Включаем сирены. Задержать беглеца нужно. У меня времени нету, нихрена. Машина, быстрее едь. Я ж не успею. Я ж, мать вашу, не успею. Стой, именем... Ха-ха-ха-ха-ха. Gonna die. Ой, я только поправил его. Он же застрял. Твою же мать. А, шкала опускалась, потому что я догонял его. Давайте, вот, направили. Нет! Стой! Ах ты, быдло, вонючая. Быстро. Сыж, да? Ты арестован! О, обоснованный арест. Еще бы. Вернитесь в офис, на посту получите новые приказы. Что с машиной делать? Надо ее на штрафстоянку отвезти, что ли. Смотрите, опа, оружие. Нашел. Сломаем сразу ящик, сволочь. Бананы привез контрабандные. А что, я не могу выгрузить? Ладно, походу, мне нужно оставить эту машину просто. Ой, 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 машина. Не шуми, громко, громко, громко. Все, погоня окончена. А вот и столица наша. Эх, это наш даундаун. Красивый? Не могу. Не могу просто говорить эту ложь. Давайте... Ой, блин, извините. Мне важен телефонный звонок. Три минуты чувак ждет, пока я отвечу. Давайте машину поставим здесь. Потому что там ее держать, это опасно. Чувак чуть не уехал. Сейчас как-то вот так сделано. Вот так? Вот так. Чтобы сразу наготове быть. Да, отлично. А теперь важный звонок. Товарищ. У нас пропала связь с оперативной группой сержанта Гаврилова. Они преследовали повстанцев кровавого кулака возле лесопилки. Дело срочное, так что поезжайте туда как можно быстрее. Вас будет сопровождать капитан Сорокин. Что я должен взять? А, пистолет. Удачи, товарищ, берегите себя. Кто отогнал машину? Слушайте, у нас граница одна. И получается, если я ушел, то никто не сможет принимать посетителей. Удачи, товарищ. Прошу. Перестаньте. Работный аппарат я взял. Поехали. Я хотел включить сирену, чтобы создать напряжение. Но музыка, которая здесь играет, и без того напрягает ситуацию. Ты напрягает? Да не могу, да? Все, мы приехали на лесопилку. Боже мой, сейчас будет 3D-шутер. Здесь это будет начало плодотворного сотрудничества. Что? Предатели Родины? Сержант Гаврилов спутался с бандитами. Давайте выбираться. Отсюда я должен лично доложить инспектору. Или инциденте. Ха-ха-ха. Господи. Какой накал страстей. О боже мой. Тихо. Сейчас. Эй. Что-то он не дохнет. Ой, блин, ты здесь стоишь. Они окружают. Они берут меня в кольцо. Опа, погоди. Так должно было быть? Мы идем по сюжету. А в станции, уверенные в вашей гибели, убегает с лесопилки. Через час обеспокоенный комиссар отправляет на место своего заместителя вместе с подкреплением. А, это они сюжетно объяснили, почему я выжил. Ха-ха. Чувак тоже выжил. Ему в голову. А, погоди. Чувак вон лежит. А это он тоже проснулся, его так откачивают. Это я сидел. Все, мы готовы к самостоятельной работе. Отлично. Вы готовы к службе? Я буду следить за вами. Королевство РК совершило грустное, гнусное предательство. Оно еще и грустное. Мы должны позволить, чтобы их товары пересекали границу. Мы рассчитываем на вас. Какие-то там товары из какой-то страны определенной. Королевство РК. Все товары из королевства РК не пройдут. А по контрабандистам... Итак, возраст водителя 46. Член банды Аберна... Аберна... Короче, повреждения автомобиля спущены. Шины 2. Объединенный ралли национальность. Хорошо? Стоп. Почта. Ложная помощь. Пресечена контрабанда оружия. И еще вон. Погодите, у меня там восклицательный знак в кабинете. С помощью этого компьютера вы можете улучшать свой пост. Контролировать ежедневную стоимость его содержания. И проверять статистику своей работы. Нифига себе. Ежедневная доходность, видимо, у него низкая. 150 долларов он тратит каждый день. Что нам в первую очередь улучшить? Мы можем нанять московича. Ну а здесь не там должность грузчик. А московича наймите. Мы можем себе позволить московича или нет. 25. Я должен купить московича. Это что за хедхантинг такой странный? Он такой крутой специалист, что стоит 250 чисто, чтобы работать на меня. И еще потом по 25 долларов получать. Эти ублюдки все стоят по 250. Я не могу себе это позволить. По правде говоря, я не могу себе абсолютно ничего сейчас позволить. Ладно. В таком случае я от обиды никому не позволю въехать. Сразу смотрим шины. Должно быть две проколоты. Так, это точно не он. Еще возраст водителя должен быть 46. И из объединенных ралли. Давай документы. Молись. Молись. Несоответствие. Сейчас я быренько. Сейчас я быренько. Туда-сюда. Да сиди ты. Ладно. Я не могу вылезти. Помогите. А. Как? Почему я не могу вылезти? А, все, наконец-то. Я застрял в твоей машине. Знаешь, как страшно мне было? Ладно, ты чист. Да я не могу выйти из этой машины гребаной. Забирай свои документы. Въезд запрещен. Это еще не конец. Ты мне угрожаешь? Где мой пистолет? Ты не угрожаешь? Ты такой смелый. Молодец. Молодец. Заслужил мое уважение. Сотку заработал. Так, так, так. Грузовик со свиньями. Коровами. Все животные одного размера. Они специально подобрали. Это вообще настоящая корова? Погоди, это же... Это же не настоящая корова. Что вы говорите? Ты за кого меня принимаешь? Это не настоящие животные. Посмотрите. Может быть, они не анимированы сейчас? Пока я их не вытащил оттуда. Давай, дядь. Коза, корова, свинья. Ну, как бы все, да, правильно. И все соответствует. На фотке он похож на Фредди Крюгера. Только в очках. Кто-нибудь из вас вообще знает, кто такой Фредди Крюгер? Просто есть вероятность, что вы, моя аудитория, очень молодая. А я очень старая. 46 лет. Да. Возраст водителя-контрабандиста 46 лет. Ладно, мне не 46 лет. Давайте сделаем опись. Сначала разгрузим. Я хочу проверить, будут ли они анимированы, когда я их выгружу. Я не понимаю. Погодите. Это не настоящее. Это коза? Это коза сделана из гипса. Слушайте, какой-то бред. Я должен ударить, разбить. Фух. Я уж думал, это такие условности игровые. Это контрабандист, понимаете? Я продолжаю записывать, что это корова. Найдена контрабанда. Облюдок. Вот оно как. Вот оно как. Так, смотрим, что по колесам у нас. Что? Ты хочешь сказать, что больше ничего нету? Я не верю тебе. Я не верю тебе. Опа. Ты бы хоть как-то запарился, чтобы спрятать. Я не могу выйти из машины. Боже мой, наконец-то. Ой. Даже не знаю. Что тут надо ставить? Правила въезда нарушены. Попись грузов нарушена. Технически там корова была. Коза и свинья просто не написано. Не уточнили они. Должна быть настоящая или нет? Если там фарфоровые, то все верно. Ну ладно, я шучу, конечно же. Вы арестованы. Вот теперь у тебя появился друг. Два друга в очках. Берегите свою очку. Вася, покинь зону досмотра, пожалуйста. Отлично. 60? Всего 60? Как-то скудно, мне кажется. Я достоин большего. Так. Подозрительный человек едет. Так. Прошу вас, перестаньте. Да я прикалываюсь над тобой. Чего ты сразу начинаешь вопить? Опа. Одна бумажка исчезла. Про проколотые шины. А раз у того были проколотые шины? Ладно, документы давай. Ой, как много всего он везет. Не соответствует. Боже мой, да вы что? Кумар Сабиров, хана тебе. Все это выкидываем нафиг. Я уверен, ты окажешься контрабандистом. Что-то у меня так много людей нечистых на руку. О, да. Работа не в проворот. Огромные куски мыла. Просто гигантские куски мыла. Кого моют этим мылом? Слонов? Так, кажется, я все описал. Мешок цемента 10 штук. 10, все верно. Мыло 3, да. Мешок картошки X5. Да. Ящик яблок. Да. И горючие вещества 1. Ну, тут все верно. Конечно. Лазар 0. Все очень грамотно. Однако я должен проверить, не для контрабанды. Потому что мне смущает, что имя-то. Имя-то неправильное. Это, ладно, действительно ящик с яблоками. Слышь, чел, хватит курить сидеть. Это вредно, во-первых. Во-вторых, загружай все обратно. Ладно, все нормально, честно. Но только запрещен тебе въезд, так как имя не соответствует. Следующий. Еще один саракезом приехал. Это тоже ты? Сменил машину, да? Очень смешная маленькая машинка. Дайте-ка документы мне, пожалуйста. Какой грубый, какой грубый человек. Смотрите, смотрите, как долго, как долго идет. Очень странно, что так долго шла линия. А, потому что я устал, наверное. Проверяю очень долго. Королевство Эркей. Ну, в принципе, с этим челом все нормально. Давайте не будем его мурыжить. Досмотр завержен. Завержен? Завержен, поэтому проезжен, пожалуйста. Наш основной язык здесь французский, в Акраистане. О, бонжур. Черт. Спалился, что я нихрена не знаю французский. Бонжур. Сель вопле, пожалуйста. О, докуменцион, пожалуйста. Дайте докуменцион. Роскопроб шамана, от Матур. Да и понимаю, я... Ладно. Так. Мощные средства 2, багаж 3. Мешок цемента 5. Сначала мы проверим, Артур ты или Новиков, или нет. Да. Иби не все соответствует. Ты очень уставший пограничник. Не соответствует. А, аж больно мне за тебя, Артур. Артур, как ты мог не соответствовать моим ожиданиям? Давай я все выгружу. Да ты что, сел? Сел, сел, Артур. Сел обратно в машину. Какого фига ты вышел? Вернись в машину. Фу, я устал. Смотрим на его портянки. Очень одинаковые чуваданы. Слушайте, а я могу может мыло разбить, например, не знаю, ледоколом? О, какого хрена? А, это мыло. Погоди, это разве это мыло? Это моющее средство. А, да, это все моющее средство. Нормально. Цемент, 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 цемент. Меня не наказывают за то, что я тут все ломаю. Давай, погрузи обратно, пожалуйста. Что ж, у нас есть только проблема в том, что срок действия у тебя просрочено все. А значит, ты не пройдешь! Бать, вот дай надо. Что за день? Не говори, я тоже устал. Тоже устал. Пока. Догонка тебе выстрелы. Кажется, теперь мы должны погрузить всю контрабанду и, довольный собой, отправиться спать. Погодите. 650 у нас. Может, я могу свою квартиру прокачать? Могу. Я прокачал? А, вот, обновление. Оооо! Ооо! Вот это люкс! Когда бомж живет в люке, это называется люкс. Так. И вот эта халуба ничем не отличается. Но, по крайней мере, по крайней мере, закрыта. От взора господа. Ну что, не вид, какие грехи ужасно совершают там. Итак, сегодняшний день был неплохо. Накопление минус 120. Я буду вечно в долгах. К черту это. И на этом мы с вами закончим сегодняшний эпизод. Контрабанд Полис. Я надеюсь, что он понравился. Если так, то поставьте лайк. И мне будет понятно, что вам хочется смотреть эти видосы дальше по этой игре. А пока что... Пока что я пойду спать в своей новой хате, которую только что купил за 650 долларов. Люкс! И вам я тоже, друзья, всем желаю люксовой жизни. С вами был Юджин. И всем пять! С вами был Юджин.